Привет, дорогие друзья! На связи Владимир Коваленко и мы продолжаем нашу тему создания контента. И в этом видео мы с вами поговорим, как создавать качественный контент. Качественный контент. Как вообще его создавать, где его брать, на какие темы писать. И поэтому я хочу записать это видео в помощь вам. Вам нужно понимать, что когда вы пришли в сетевую индустрию, вам нужно начать создавать контент. И что нам нужно для этого? Вообще, для чего мы это делаем? Для того, чтобы утеплять нас со своей целевой аудиторией. Чтобы отношения вас и людей, которые вас смотрят, были доверительными. Для этого мы начинаем давать им информацию, которая была бы им полезна, закрывала их боль. Вообще, когда мы пришли в сетевую, нам нужно начать записывать видео, писать посты. И нам нужно проводить прямые эфиры, нам нужно создавать сторисы, записывать, выкладывать это. И нам нужно быть полезными и интересными. Для того, чтобы нас смотрели. Но нужно понимать, что нам не нужно знать все. Нам нужно знать именно то, что волнует нашу аудиторию, которая нас смотрит. Которую мы хотим привлечь к себе в бизнес для продажи товара, для открытия магазинов, для партнерства в бизнесе. И поэтому мы уделяем этому внимание и делаем на этом акцент. Первое, что я всегда советую своим партнерам, это найти свою экспертность и с помощью нее заходить на рынок MLM. Второе, это определить, конечно же, свою целевую аудиторию. Для того, чтобы нам выдавать контент, который будет полезен именно ей. Не нужно все изучать, как я уже говорил. Нам нужно быть полезным именно в той сфере, которая волнует вашу аудиторию. И здесь я вам могу порекомендовать. Просто подумать то, что волновало вас, когда вы пришли в этот бизнес, и то, что волнует вас сейчас. Эти все темы будут актуальны для вашей аудитории, которая будет смотреть, читать, подписываться на вас. И третий момент, это переупаковка. На этом мы немножко подробнее остановимся и дальше я вам более детально об этом расскажу. Давайте подробнее остановимся на втором пункте. Аудитория, которая нас читает, которая нас смотрит, она видит контент, который мы выдаем. Она видит, что мы сталкивались с такими же проблемами, которые есть у них. Мы их решили и помогаем им решить ихнюю боль. Поэтому аудитория становится лояльной к нам. Она начинает нам сопереживать. И она понимает, что не все так плохо. Она начинает видеть в вас эксперта. Вы делаете вклад человека, и вы получаете его лояльность. Это очень важно. Лояльность в нашем бизнесе. Люди начинают видеть в вас эксперта. Если они видят вас эксперта, значит они начинают вам доверять. А в бизнесе, если есть доверие, есть результат. Если нет доверия, результата не будет. А теперь давайте подробнее остановимся на третьем пункте, который говорит об переупаковке. Что это вообще такое? Сейчас, возможно, вам открою большой секрет, но так поступает 90% лидеров мнений, коучей на нашем рынке. Что они делают? И что можно делать? Например, есть тема, которая очень волнует вашу аудиторию. И на эту тему есть уже определенные созданные видео, есть книги написанные. Вы находите 3-5 человек, которые раскрыли эту тему. Вы ее смотрите, читаете, пропускаете через себя. Так сказать, добавляете что-то свое и выводите что-то новое уже от себя. Не нужно копировать, нужно добавлять от себя определенную информацию. И таким образом мы добавляем, я бы сказал, изюм в тесто. Таким образом происходит переупаковка и ваш контент, даже если вы не знали, на какую тему, как ее раскрыть, скажем так. Вы посмотрели 3-5 видео, почитали статьи и все остальное. Это вам помогло создать свою и выдать. То есть вы выдаете, пропустив это через себя, пережив это, добавив что-то свое, таким образом получается новая статья, новое видео, то, что будет держать вашу аудиторию в тонусе. Теперь вы умеете писать годный контент. Конечно же, существуют правила копирайтинга, которые никто не отменял. Например, как составить структуру продающего поста, видео и все остальное. Но в первую очередь вы должны знать и понимать вашу целевую аудиторию. С этого все начинается. Вы должны не бомбить с пушки по воробьям, а бить в точку, в цель то, что волнует именно вашу аудиторию, кого вы собираетесь привлекать в бизнес. Поэтому, если вам было полезно это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Что вы думаете по этому поводу, согласны или не согласны. Какие-то, возможно, у вас есть свои техники, копирайтинга, которые вы применяете, как вы создаете контент, который привлекает вам новых партнеров в бизнес и в целом помогает людям творить добро, менять жизни и такое прочее. С вами был Владимир Коваленко и добро пожаловать в мир бизнеса и секретных техник MLM индустрии. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok